так тамара колодина я где-то читала что вишня жуковская гибрид вишни череши видимо пойду птицы еда какая она вкусная какая вкусная я не знаю нет я не вижу мне никаких признаков черешни вообще я своими ручками срезал дедовском саде поселок в этой самой деревне жертва где от меня не понимать наших никого не осталось одни могилы это береславский район херсонская область украина вот там я ее срезал дедовском саду причем она у меня она уже там была мелкая мелкая дерево было очень старое каким чудом я нашел то ветки привез зашел увидел чужой дом попросил разрешение срезать ветки на память привез у меня получилось не не самая крупная вот я вишню ел минводах она еще два раза крупнее но все-таки она хороша и ни одной замерзшей ветки за все 20 лет подмёрзшей ни одного ни одной и только в этом году не урожай ну как не урожай я смотрю цветет слабо начинают созревать когда она созрела за несколько дней все вишни была сожрана до конца вся вот такие дела так что в этом году вишни жуковской не будет я специально вы видели увидите через два дня фильм я взял нюансанную я приехал сегодня сегодня и снял снял фильм у чернобаева это моя палочка-выручалочка когда у меня чего-то мало я к нему теряют мои и получилось так что они сожрали у него все когда его позвонил так вся твоя вишня моя цикла ладно приезжая приехал вишни нет когда год зверели птицы так и у вас тоже птицы а то есть вы тоже подозреваете с людям делают генетическую экспертизу растениями тоже можно интересно кто этим занимается мостами я отвечу за нее хотите вы можете ей задавать вопросы напишите я вам дам ее телефон адреса все явки если со другом я не вижу смысла в этих генетических экспертиз я вижу о том пою вот я вижу лист вижу особенно мы спорим про листья которая у абрикосов какие они жирные не жирные круглые продолговатые мы не дошли до этого я же хотел познакомить вас со статьей этого самого байкала ну не успел ладно и последний день живем вот а что касается вишен тут четко вот размер листьев по нему все судите вот это лист дикой вишни то есть той которая кислая да вишня все равно вишня но больше годится на переработку вот крупнее листов еще крупнее а вот это же явный дюк а вот это уже черешня пусть но помельче значит тут с привкусом наоборот вишни а вот все у меня бутли больше моего ладони тут чистая черешня и так далее так сергей дороганов подскажите вы все сливы на китайку приводите вы знаете сейчас начинается новая так надо да я счастливы привал на китайку я потерпел неудачу когда привал на русском они правильно не называют так уссурийская китайская компания назовешь не назовешь слово научное вылетел из головы короче уссурийская китайская группа так сюда входят все вот это вот от желтой до черной а между ними вся палитра как радуга вот это все почему если на ней плодов вы никогда не отличите их друг от друга никогда вот тут может быть действительно же генетической но проще дождаться плодов и сказать это желтая это синие это красное это розовое и так далее а именно на желтая раз обжегся я боюсь на нее клевать синяя красная синие желтая красная желтая синие нет синие красное синие розовое красное синие вот вот либо слова синие встречалась куда слово и тогда а крупноплодные сливы как правило не синие вспоминать даже венгерки даже эти ринклоды сон синие так и получается что цвет возможно играть не последнюю роль при генетической совместимости и вот на вопрос да я все сливы привали китай красный синие красный желтый вот знаете а сегодня мы были опять же у чернобаева которые подводят дерево и говорит на этом дереве а у него все-таки венгерки какой-то урожай есть и вот он говорит венгерки розовые венгерка розовая стала насильно то есть он взял и привел на абрикос сливу вот он еще вариант поэтому давайте дальше читать еще подскажите почему не комитет привать лучки хотя на них от полноценные как сохранить яблазни с дорогие ветки маленькие нас яблеваю на волчки почему не рекомендую потому что для них волчки это как сказать незаконнорожденные деревья которые имеют право даже право жить они изначально объявили врагами деревьев стоит волчок часть дерева объявили врагом дерево это тоже самое я вот их никогда не пойму вот я так уважаю волчки не приводите на них пожалуйста и это замена растет замен кроны который уже начинает может вы не видите она уже портится а вы еще не видит а уже волчок его надо уничтожить то есть когда наоборот на не утушать нельзя это будущее крона вот вот так должно быть как сохранить яблазни с и другие ветки маленькие на привать на волчок да и все так ваша энгерка богатеска оказалась упрямо из нескольких привык лишь одна принялась а как вы хотели я сто раз говорил вот на что вы приваете я не знаю я обычно качестве подвое использую вы сами уже только сейчас убедились я использую в качестве подвое китайки так вот китайки и венгерки между ними такая огромная разница это не как между нами и неграми гораздо страшнее вот то есть они даже не опыляют друг друга каждый остается само собой венгерку переделать из-за этой самой груши образную кругу не удастся и наоборот нет можно поставить себе цель опять же с помощью прививок эти деградации но общинка выделка стоит венгерка по себя хороша вот китайцы по себя хорошей а вас одна принялась на что вы привали если у меня заказывали то нам на этих сам китайки они не просто у меня почему стопроцентно проживали сенгерки на китайке наша песня хороша четвертое третье пятое поколение они уже срослись у меня допустим выпишет до привлечь мне достаточно чтобы одна привела сосис поколение придется несколько а потом 10 потом 100 вот так ответ такой вопрос привет из калужской области так бухтияра о почернении листьев сеянцев груш есть ролик на сайте у Тимкова ой хорошо бы кто-то нашел бы этот ролик я уже не в состоянии этим заниматься вот и может быть здесь этот ролик разместил все таки есть еще варианты не обязательно те два что я назвал специалист подобен плюсу я назвал две причины ну что друзья все наша песня хороша вот мы с вами прощаемся на сегодня навсегда прощаться пока не собираюсь пока у Сафронова вот который номер два если брать новое с удовольствием то это номер два когда-то придется брать ему все в свои руки заранее его поздравляю вот это честь может и заслуженная но нелегкая это ноша друзья мои поверьте умудриться дать сотни тысяч советов и чтоб ни один не угробил ни одно дерево это как жизнь надо прожить все больше никто не пишет полковнику никто не пишет давайте прощаться итак до свидания дальше поедели жду вас гостей мы с опродом ждем вас надеюсь что-нибудь закажете что интереса да я когда говорю урожай слабый урожай слабый но при этом даже не среагируйте сказать закалюка я про запас сегодня урожай слабый а на следующий год вообще это некому будет высылать семена и каждый раз когда я об этом напоминаю неделя я получаю ровно один заказ вот ну что друзья до свидания спокойной ночи вот даже оставаться 30 человек меня слышат я посмотрю на вот это вот и вот эту дверь и да сколько полезных советов на эту дверь 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 вот это вот люди которые нас дурят эти люди уничтожают основу садов муравейники вот пожалуйста посыпьте и полейте муравей сами занесут в родильное отделение и весь муравейник погибнет смелым лицом вот эти вот убийцы это то же самое что убивать обезьян что убивать котов ладно они вроде бесполезны ай бог нет вот она не верится это место лесов ребята домик деревни готовьтесь это природа не простит не простит никогда насосов нет их роль истинная кто-то думает чтобы нас это накормить сливы нахрен мы им не нужны сливы без нас идет с кого есть те же муравей мы угромили природу все не буду подробнее чему нас учат семья и школа что жизнь сама таких накажет строго вот успей серега до свидания друзья до свидания